Сергей Алексеев. Три подвига. Он шел сквозь нижней сугробы. Один. Без людей, без еды. Солнце садилось и всходило. А он шел и шел. Болели раны. Но он превозмогал боль. Он шел и шел. Когда силы его покидали, он продолжал ползти. Метр за метром. Сантиметр за сантиметром. Он не сдавался. Солнце всходило и садилось. А он шел и шел. Он совершил кодек и дошел до своих. На восемнадцатые сутки из неможденного и обмороженного его подобрали партизанам. На самолете он был доставлен в госпиталь. И тут самое страшное. Неумолимый приговор ворчей. Необходимая операция. Летчик обморожен. Летчик лишился ног. Но летчик хотел летать. Хотел продолжать бить ненавистного врага. И вот свершился второй свой подлог. Летчику сделали протезы. Он начал тренироваться. Ходить с костылями, а затем без костылей. Теперь он упросил врачей разрешить сесть ему в самолет. Он был настойчив, и врачи вступили. Летчик снова в летном поле. Вот он в кабине. Снова в воздухе. И опять тренировки, тренировки. Бесчисленные тренировки. Его проверили самые придирчивые экзаменаторы. И разрешили летать. Только в тылу, сказали летчику. Летчик упросил отправить его на фронт. Летчик упросил доверить ему истребителей. Он пробыл под Курском, незадолго начало Курской битвы. По первой же тревоге он поднялся в воздух. Тут под Курском он совершил свой третий подвиг. В первых же боях он сбил три вражеских самолета. Этот летчик известен всей стране. Имя его Алексей Петрович Моресьев. Он герой Советского Союза. О нем написана прекрасная книга. Автор и его писатель Борис Полевой. Повесть о настоящем человеке. Называется эта книга.